Слушайте, все мужчины орут, когда разговаривают по телефону. Или только мой. Так эмоционально, импульсивно что-то рассказывает. Из угла в угол мечется и не ругается. Это по работе. Я говорю, выйди хотя бы на балкон, чтобы я могла начать снимать видео. У меня все соседи и весь район слышат, о чем он говорит. Так мне понравилось носить вот так два браслета вместе. Пандору и браслет из жемчуга. Браслет из жемчуга прилегает, и Пандора, видите, она у меня телепатия. Длинная такая, большой размер. И с колечком тоже вот так. Что-то так понравилось мне. Ношу в последнее время, до этого. И еще я безумно голодная. Я обнаружила это, когда красилась. А если я накрашусь перед видео, я уже не иду, естественно, есть, а иду снимать видео. Потому что когда ешь, ну, как бы, мне кажется, уже макияж не такой свежий. Не знаю, у меня какой-то такой бзик, что макияж уже не свежий. Если ты поела. Не знаю почему. И, короче говоря, я это обнаружила, когда красилась. Уже почти закончила. И, естественно, я пошла снимать видео. И я постараюсь побыстрее снять этот ролик и пойти поесть. Потому что у меня заплетается язык, когда я голодная. И я думаю только о еде. А я уже настроилась снимать это видео. Ну, короче, сумбур полный. Но, тем не менее, давайте начнем. Я покажу вам аромат, на который я созрела. Ну, не то, чтобы снять обзор. Ну, поговорить о нем, пару слов сказать. И что-то у меня вдохновление на какое-то настигло. Вот. И одновременно голод настиг, вдохновление. Муж орет на фоне. Ну, и вон, вроде бы, сейчас он закончил свою беседу. Потому что орал несусветно. Но, притом, не ругался. Вот. И, в общем, все сразу. Но я хочу для вас снять уже ролик этот. Потому что я нанесла этот аромат на себя сегодня. Я вам расскажу, где я его приобрела. Точнее, я получила его в подарок. Речь пойдет об флорайку «Один зонтик на двоих». Один зонтик на двоих. Такой белый флакон. Я вставлю картинку. Этот аромат я хотела заказать. И мне не подошла цена. Мне не подошла цена. Поэтому я передумала. И бла-бла-бла. В общем, заказала другие ароматы. И, в общем, получила я его в подарок. Вот этот вот парфюмчик я получила в подарок. Это Тревел фирменный. 10 мл. Кстати, Тревел у них, посмотрите, как оформляется. Все очень-очень приятненько. Я так понимаю, что этот Тревел, он и входит в эту крышечку, которая является атомайзером красивым. У их флаконов они безумной красоты. Идут они только в объемах 50 мл. И десятка идет, то есть в 60 в совокупности, потому что 10 запрятаны в... Не то, что запрятаны, они идут в наборе как бы. И эта десятка, она входит в колпачок, который является атомайзером. Вообще, идея супер. По-моему, Флорайку является дочерней фирмой Мемо. И посмотрите, как все красиво оформлено. Именно у Тревел версии. Красота. Вот такой вкладыш идет здесь со всеми ароматами, какие у них есть. Здесь у них 6 и 6. В общем, и на обратной стороне, да. В общем, достаточно большое количество ароматов. 18 ароматов в их портфолио. И все они очень выглядят нарядно за счет своих колпачков. Получается красота. Коробка у них большая идет. Мне, конечно, очень хочется заполучить этот аромат в объеме, в полноценном, в 50 миллилитрах, потому что здесь у меня десюлик. Вот такой Тревел, смотрите, он как такой в мешочке идет, в бархатном, очень-очень приятный. Такой он черный мешочек, приятный, мягенький. Можно вот так его чпок и с собой в сумочку брать. Десюлик идет без крышки. Обычная вот такая наклейка здесь. Наклейка очень-очень плотная. Она как будто слита, вливается в стекло. В общем, такие моменты, которые можно... Для многих это, наверное, не важно. Но я вот обращаю внимание на все эти нюансы. Он, естественно, раскручивается. Его можно будет заполнять. О, боже мой, боже мой, какая прелесть. В общем, зонтик вообще это нашумевший. Самый, наверное, такой бестселлер в марке Флорайку. И зонтик пахнет очень-очень вкусно. У него всего три ноты в пирамиде. Черная смородина, по-моему, зеленый чай или лист чая. И кедр. Кедр, вы знаете, в базе практически... Ну, он не доминирт. В основном вот все базы древесные, они доминантные. Очень доминантные. Кедры, кедры вообще вот древесные ноты какие-то. Витивер. Они слышны в носке. Я вообще, почему вдохновилась снять обзор на этот аромат, поговорить о нем. Потому что я нанесла его на себя. Я думаю, боже, какой у меня красивый аромат есть. А я о нем не говорю, молчу и никому не признаюсь. Я его один раз показала во влоге. Показала там свой заказ. И мне в подарок прислали вот этот десюлик от Parfum & Mo. Я оставлю ссылку на них. Это интернет-магазин, проверенный мною лично. Рекомендую. И у них там можно найти все, что хотите. И быстрая доставка, доставка по всему миру. В общем, такие дела. Что я хочу про него сказать. Во-первых, он офигенский. И я жалею, что не показала его... О, боже, какой он классный. Я жалею, что не показала его в своих гурманских ароматах. Потому что еще один аромат забыла. И про этот можно было тоже сказать. Потому что он тоже гурманский. Это такая гурманика. Он, в общем, пахнет черной смородиной. Очень явный. Она такая, знаете, конфетно-живачная. Такой конфетно-живачный имеет оттенок. И вообще все его сравнивают, у многих ассоциация, с тарталеткой. Со взбитыми сливками, с таким ванилькой и черной смородиной. С начинкой. Вы знаете, что-то в этом есть. Потому что есть здесь какой-то нюанс, такой момент песочного теста. Вот я его слышу. Не знаю. Действительно вызывает именно ассоциации с десертом, в котором есть тесто. Ну, то есть он не пахнет откровенно дрожжами или тестом, который только что замесили для пирожков. Нет. Не жирное. Оно действительно пахнет вот именно десертом на вот этом песочном тесте. Вот именно тарталеткой. Действительно, что-то в этом есть такое. Очень явная, красивая черная смородина здесь. Реалистичная. Она такая яркая, мне немного напоминает мелиору. Но мелиора, она без сливочности и без вот этой вот кремовости, вот этих вот взбитых сливок. Здесь тоже их нет как явных, но тут здесь есть какая-то лактонность, какая-то молочность, сливочность. Очень явная в ароматах, которые, возможно, ваниль дает. Естественно, это не вся пирамида аромата, потому что он богаче гораздо. Он не пахнет вот этими тремя нотами. Он пахнет гораздо как бы обширнее. Такой у него более объемный, можно сказать, объемная пирамида. Ну, прямолинейно, достаточно понятно, прям вот вызывает ощущение десерт, такая гурманика красивая. Вот прям на высшем уровне, прям деликатес, я бы сказала, потому что, ну, красиво здесь все так, красиво, без химозности. Очень явная, я уже сказала, да, что с мелиорой немного в старте вот яркостью, своей сочностью черно-смородиновой похожа. Но мелиора, она такая карамелизированная, она такая леденцовая. И она очень быстро скатывается вот лично на моей коже во что-то очень простое. Здесь довольно такая долгоиграющая история и дорогая. Дорогая, он не скатывается в отдушку. Вот я люблю гурманские ароматы. Гурманский аромат не должен скатываться в отдушку для туалета, для комнат, для помещения. Потому что если аромат скатывается, значит у него дешевая начинка, некачественные ингредиенты. И здесь, ой, я бы его вдыхала и вдыхала. Кстати, сейчас нанесла и впервые показала, дала послушать его, понюхать мужу своему. Вышла на балкон и говорю, вот, ну просто показать ему, что у меня такая штучка есть. Он не видел, не знал, не ведал, да. И распыляю на себя, значит он говорит, ой, прикольный запах у него. То есть я ему не подносила свою шею, ну место нанесения я на руку нанесла, на шею. А примерно в двух метрах мы друг от друга, каждый в своем кресле сидит, он говорит, ой, классный аромат. То есть это слегка ветерок подул, тепло, жарко еще, да. Но уже вечер, я, кстати, не привыкшая снимать вечером. Я такая, знаете, жаворнок, вот прям жаворнок, ну вот прям прожженный жаворнок. Потому что я вот такая утренняя птичка, ранее люблю рано вставать, рано ложиться спать, рано завтраком, могу уже в 8 утра, прям вот два куска писа сегодня съела. И вся моя активность приходится на дообеденное время, суток. Вот после обеда я уже как бы подсыпать начинаю, ну менее продуктивно. Вот так вот работает моя природа. И, короче говоря, вот этот вот аромат, не знаю, к чему я это вообще сказала, да, все. Ну, этот аромат, в общем, понравился. Я начисла на него, он говорит, пишет не меня, я говорю, да ну ты что там это. Мне кажется, он такой женственный, все, он фемильный, достаточно фемильный. Но, вы знаете, на мужчине он тоже классно звучит. То есть, если вы приемлете, чтобы с мужчины пахло чем-то таким лактонно-молочным, он красиво садится на мужскую кожу. То есть он не грубее, там ничего, наоборот, он более пожирнее становится. Вот я слышу у себя такие, как бы, немного, есть немного прозрачные какие-то ноты, вот освежающие, вот возможно листья зеленого чая, которые там представлены, ну, то есть заявлены. Вот что-то есть освежающее, на мне, я на себе так слышу. На нем это просто жирные сливки с черной смородиного такой начинкой. Я вчера, кстати, ела мороженое, нет, сегодня утром я ела еще и мороженое. Обычное мороженое, стаканчик со вкусом черной смородины. И внутри был джем из черной смородины, вот тоже мне напомнил такой, знаете, молочный пломбир с джемом, смородиновым джемом. Очень вкусно, очень приятно, я понимаю, за что его любят. Еще я бы хотела попробовать аромат с арбузиком, там у них есть. Вообще, очень интересная нота арбуза, хотя есть в императрице, но императрица не моя тема. Там она немножко как такая забродившая в императрице. Мне было бы интересно познакомиться с тем ароматом, их ароматом с арбузом. И еще парочку мне интересным. Вот, а так я очень рада, что у меня есть такая малютка, 10 миликов. Это Eau de Parfum, по-моему, да, это парфюмерная вода. И этот аромат стойкий, я его нанесла в день, когда получила, а потом не пользовалась им. Вот лежал, 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 своего часа ждал. А сегодня вот прям захотелось мне его нанести на себя, пшикнуть и посидеть, повдыхать его, понюхать, поразнюхивать. И снять для вас видео, показать его и рассказать о нем. Очень жизнерадостный аромат, очень позитивный. Вот с ним жизнь прекрасна, вот реально. Он такой, знаете, лайтовенький в плане того, что такое лайтовое настроение, без забот, без проблем, без всяких там трудностей. Вот как-то вот все как будто легко с этим ароматом. Вот так я его ощущаю. Ощущаю его легкость. Он такой, знаете, не нудный. Не нудный и не занудный. Вот есть ароматы и сидят, и сидят, прибиты, вот как лира. Блин, ее ничем не смоешь, не вымоешь, не выведешь. И она утомляет. Этот аромат нет. Он очень сладкий, но он не утомляющий и не липкий. Он воздушный какой-то, как вот кремовый такой, знаете. И я не знаю, ничего не могу сказать про шлейф, Но я думаю, его, ну вот так слышно, если с вами находится собеседник рядом, да. Будет слышно, мне так кажется. Я пока вот не проверяла, конечно, технические характеристики. В дальнейшем, конечно же, расскажу. Аромат всесезонный. На летом именно в жару будет жарко, а вечером вот сейчас хорошо. На свежем воздухе. В кондиционированном воздухе хорошо. Зимой будет радовать. И, наверное, даже согревать. В нем нет холодинки. То есть он пахнет немного мороженым, но не холодком. Нет в нем холодка. Например, как Zedic This is here. В нем есть холодок, есть эффект пломбирного мороженого. Именно холодка. Здесь вот прям тепло-тепло, тепло-тепло. Вот чайная, только свежинка, повторюсь. В общем, классный аромат. Редкий достаточно. Не в каждом нишевом, бутике нишевой парфюмерии его можно найти. Ну, не часто, скажем. Вот сама марка, она, конечно, распространяется сейчас среди вот на парфюмерном рынке, да, и среди парфлюбителей. Но еще не везде эта марка. И, в общем, классно, классно, классно. Безумной красоты эти флакончики. Ну, вообще, роскошиство какое-то. Просто роскошь. Парочку я бы хотела из этого бренда, ну, хотя бы вот этот. У него, кстати, белый флакон, такой красивый. И это просто... А, облака, да? Плывущие облака я бы хотела. Вот, я вспомнила. То ли плывущие, то ли летящие. Короче, облака. Вот я бы хотела его протестировать. По пирамиде он мне подходит. Что еще хотела сказать? А, кстати, сейчас нанесла на мужу молекулу 0,2. Я только пользовалась этим ароматом. Это мой аромат. А нанесла, в общем, на шею зонтик 0,2 эсцентрик. На грудь ему, на одну грудь нанесла вот этот эсцентрик 0,2. И на вторую эсцентрик 0,1. И ему больше понравился на себе вот этот. Этот он вообще не слышит. Эсцентрик 0,1. Это не обычный единичка, а эсцентрик. Он вообще на себя не слышит. И я на себя тоже пшикнула. И не слышит он. Да я ее вообще плохо слышу. И вы знаете, вот именно этот аромат классно будет миксовать вот с этим. Потому что этот слишком доминантный на фоне этого. И вот рисковатый. А вот этот аромат, он еле заметный. И он будет что-то вот дополнять. Дополнять он, мне кажется, вот они хорошо сочетаются. Все, ребятки, у меня на этом все. Я побежала кушать, кушать хочу есть. Все, всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.